Добрый день! Рассмотрим еще одного утконоса от компании Sengso. Это Mirror Column Cube, зеркальный куплатипус. Такая вот коробочка. Она, кстати, по размерам меньше, чем от версии второй, да и первой, потому что зеркальная версия сама по себе меньше. Все здесь такое, техническая информация. Открываем. И вот он, синюшный. Даже инструкция есть. В зеркальных версиях сразу вышло три головоломки. Это вот магическая колонна и два сквайра, нулевой и первый. Ну, рассмотрим утконоса. Все они в одном цвете. Пару взглядов на инструкцию. Тут, наверное, все просто, так как это все-таки клон первой версии. Ничего интересного. Вот версия 2. Вот версия 1. Три утконоса. Посмотрим на зеркальную. Цвет только один. А свои имеют разную толщину. Ну и, соответственно, разный размер у вот этих вот элементов. Вращаем. Тут мало что видно изнутри. Тут вращается неплохо. Примерно как и первая версия. Вторая чуть-чуть потяжелее. Но, наверное, разработается, пока крутил мало. Давайте сразу перемешивать. Голомб, конечно, красивый. Но интереснее, как она выглядит в перемешанном состоянии. Симпатично. Ну, смысл вращать, когда здесь нет чужих элементов, нет. Ничего не меняется. Ну, вполне удовлетворительно вращается. Так, чтобы все было разное. Ну, как-то вот так вот выходит. Надо еще сдвинуть. Ну вот. Это уже поинтереснее выглядит. Ну, а собирается, наверное, просто. Давай, как во всех зеркальных головоломках, начнем с наиболее толстого слоя. Найдем центр, который выступает сильнее всего. И к нему будем ставить самые крупные элементы. Вот этот, наверное... Вот этот, видимо, самый большой. Отставим к нему вот этот. И видим, что здесь совпадает, а здесь нет. Значит, нужно повернуть. И что получается? А места для него тут и нет. То есть, я как-то не угадал, и выходит. А если к другому? Я еще вот ни разу не собирал. Сейчас только пробую. А возможно, головоломка интереснее, чем показалось на первый взгляд. В чем оказывается разница? Здесь вот этот центральный элемент симметричный. И не важно, какой стороной он повернут. Здесь даже вот эта заглушка круглая. А здесь, видимо, с подсказкой. Этот элементик крышечка несимметричная. И вот эта вот тоже несимметричная. И надо не только самый большой элемент к самому высокому центру поставить. Но еще правильной стороной вот этот повернуть. А это интересно. Давайте пробовать. Так. Здесь. Пробуем. Вот теперь совпадает. То есть, конкретно вот этой стороной с этим элементом к этому центру. А здесь получается даже неплохо. Головоломка стала действительно сложнее, чем версия 1. Значит, продолжим. Ну, тут получается уже что-то совпадает. Но давайте сюда. Если мы вот этот элемент правильно сориентировали, вот этот вот, наверное, должен стоять здесь. Но не этой стороной. Вот этот элемент повернуть надо. Выбираем сторону пошире. Да. Так лучше. Ищем еще. Вот крупный есть. Самый широкий подводим. И сюда. Так. Первый центр или угол собрали. Собрали. Продолжаем. Какой-нибудь еще. Можем самый маленький собрать. Здесь вот один есть элементик. Вот этот маленький должен стоять вот здесь. О, заодно я поставил на место. Так. А я не угадал. Это просто не самый маленький. Самый маленький вот этот, наверное. Ну, давайте раз уж что, два элемента стоит. Этот и дособерем. Получается, некого среднего размера должны быть. Детали. Да. Вот такого размера, но с другой стороны. Где-нибудь на чужом центре. Будем подставлять. Ага, это не тот. Ошибся. А я уже забыл, какой был. Не этот. Не этот. Не этот. А, вот этот был. Так. Сюда. Он сюда подошел. Стал неплохо. Ну и остается два. И тут уже попроще. Ставим первый попавшийся. Отводим в сторону. Возвращаем. Поскольку уже остальное все ориентировано, тут уже подбирать не придется. Надо только вот эти одинаковые элементики поставить по местам. Так. Ну, первые два уса этого утконоса собирались посложнее. А в общем-то и неплохая головоломка. Мне понравилось. Было интересно. Да, это, конечно, легкий уровень. И целевая аудитория те, кто, ну, небольшой опыт имеет в сборке различных паззлов. Ну, вполне себе. Забавно. Три утконоса. Самый простой. Чуть посложнее. Ну, и немножко зеркальный. Хотя сложность вот этих двух трудно оценивать. Здесь добавился внутренний слой, который собирается элементарно. И дальше становится первой версией. А здесь нужно немножко поподбирать. Стоят, конечно, эти утконосы неразумно дорого. Была бы цена рублей 300-500. Было бы отлично. А так, конечно, дороговаты. Хотя для юного поколения, наверное, будет интересно. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.